Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Грагуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В город на Среднюю Волгу эвакуировали правительства, дипломатов, Большой театр и заводы. 80 лет назад Куйбышеву присвоили статус запасной столицы. Как ковали победу в тылу? Многоквартирные дома с приусадебными участками. В Самаре уже в 2024 году могут появиться сети фермы. Что это такое? Учтут каждого жителя. В России стартовала первая цифровая перепись населения. Самара отмечает 80 лет со дня присвоения городу статуса запасная столица. 15 октября 1941 года Государственный комитет обороны принял непростое решение. Эвакуировать в город на Волге правительство, Верховный совет, дипломатический корпус, Большой театр, симфонический оркестр, предприятия и заводы. В считанные месяцы население Куйбышева увеличилось на 300 тысяч человек. За время войны в Куйбышеве изготовили более 36 тысяч боевых самолетов, каждую пятую авиабомбу и каждый третий артиллерийский снаряд. Регион стране подарил 312 героев социалистического труда и 11 полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Более 240 тысяч человек награждены медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Жители региона поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Цитата. «Сегодня нет такой семьи, в которой бы не чтили своих героев, тех, кто ушел на фронт или остался ковать победу здесь, у заводских станков». Жители региона продолжают заложенные старшим поколением славные трудовые традиции. Уверен, что, равняясь на фронтовиков и тружеников тыла, мы притворим в жизнь все наши планы. И Самарская область прочно закрепится в числе регионов-лидеров. Конец цитаты. Глава Самары Лена Лапушкина напомнила, что указом президента Владимира Путина 2 июля прошлого года Самаре было присвоено звание «Город трудовой доблести». «Мы чтим и помним этот вклад в победу и этот самоотверженный подвиг тружеников тыла», заключила глава города. Уникальное открытие самарских ученых. Историки выяснили, что во время эвакуации семья генерального секретаря Иосифа Сталина жила не в доме на Пионерской, 19, как это было принято считать. Благодаря изучению документов и писем Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, удалось установить другой адрес. Михаил Ермоленко поговорил с одним из авторов, самарским историком Глебом Алексушиным и узнал сенсационные подробности. Именно здесь, на улице Пионерской, в одном из домов и проживала семья Иосифа Сталина. О ее конкретном расположении историки и краеведы Самары спорят до сих пор. Существует две версии. По одной из них семья генерального секретаря проживала на Пионерской, 19, по второй – на Пионерской, 22. Недавнее открытие самарских исследователей должно навсегда поставить точку в этом многолетнем споре. 75 лет считали, что семья Иосифа Сталина жила в доме на Пионерской, 19. Но воспоминания его дочери Светланы Аллилуевой говорят о другом. В мемуарах 20 писем другу. Она рассказывала, что семью поселили в здании бывшего краеведческого музея. На Пионерской, 19, его никогда не было. До начала войны музей располагался на Пионерской, 22. Уже потом его перенесли в здание костела, освободив дом для эвакуированной из Москвы семьи Сталина. Благодаря найденным документам историки также установили, что оба здания по улице Пионерской относились к жилфонду НКВД. И Пионерская, 19, и Пионерская, 22 использовались в процессе пребывания семьи Сталина здесь. Но сама семья размещалась в Пионерской, 22, а на Пионерской, 19 располагались сотрудники НКВД, которые отвечали за безопасность семьи Сталина. Там достаточно по площади пространства, а вот пространства самого особняка, где размещалась семья Сталина, недостаточно для того, чтобы там разместить еще и сотрудников, которые будут заниматься безопасностью. В результате возникает логическая конструкция, которая вполне снимает противоречия между нашими краеведами. Сейчас оба здания на Пионерской принадлежат Министерству обороны России. И если одно из них после ремонта находится в хорошем состоянии, то второе до сих пор разрушается. Благодаря историческому открытию краеведы Самары надеются привлечь внимание к объекту, чтобы таинственный особняк, который по сути является памятником военных лет, обрел новую жизнь. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Сергей Баскин. События. Первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко присвоили почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Благодаря огромному многолетнему опыту работы в администрации областного центра, Владимир Василенко стал одним из ведущих специалистов в системе ЖКХ города. Он способен оперативно решать самые острые вопросы, чем и заслужил уважения и признания со стороны своих коллег. Напомним, в декабре прошлого года Владимиру Василенко присвоили почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Самарской области». Стихийные рынки и борьба с ними. В Самаре представители профильного департамента вместе с прокуратурой и полицией провели рейд в промышленном районе города. Как отметили проверяющие, на улице Старозагора уже давно существует стихийная лоточная торговля, которая не только незаконна, но и портит эстетический вид бульвара. Продавцы заставляют тротуары и газоны коробками и импровизированными прилавками. Участвовала в рейде и наша съемочная группа. Михаил Ермоленко продолжит. После появления полиции бульвар на улице Старозагора полностью опустел. От прилавков продавцов, которые торгуют здесь незаконно, остались лишь пустые деревянные ящики. Сами же коммерсанты-любители стоят в стороне и ждут, пока им выпишут административный протокол. Такие рейды по местам незаконной торговли сотрудники полиции совместно с прокуратурой, профильным департаментом и представителями районных администраций проводят ежедневно. Здесь одно из мест незаконной торговли. Рейды у нас регулярные. Сегодня очередная акция совместа с полицией. Вставляем протоколы о незаконной торговле. Там выносят потом штраф от полутора до пяти тысяч. Приводим в порядок территории. Но что было? Бульвар должен стоить благоустроенно. Убирание в законной торговле. Сейчас надзор за незаконной торговлей усилили. Одной из причин ужесточения мер стал недавний инцидент. На одной из таких точек нелегальной торговли мигранты бросили фруктом в пожилого мужчину. За него вступились прохожие и завязался конфликт. По словам правоохранителей, нападавшим грозит наказание не только за нарушение правил торговли, но и за хулиганство. Осудило действия незаконных продавцов и общественность. Моя деятельность всегда была связана с тем, что и провести работу по соблюдению прав человека, и именно осуждать те действия, которые причиняют вред прав человека. Осуждаю. Конечно, осуждаю. Это практически хулиганские действия, которые подпадают под действия определенных статей и в уголовном кодексе, и в административном кодексе. На улице Старозагора в промышленном районе уже давно образовался стихийный рынок, где десятки торговцев, не имея разрешения, заставляют импровизированными лотками газоны и тротуары. В результате сегодняшнего рейда на псевдокоммерсантов составили четыре протокола. В период с января по август 2021 года на территории Самары составили 1662 протокола. Подобные рейды по местам незаконной торговли продолжатся и в будущем. Сотрудники внутригородских администраций в ежедневном режиме, включая выходные дни, будут обходить закрепленную за ними территорию. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Перепись в каждый дом. В Самаре стартовало обучение переписчиков полевого уровня. В течение трех дней активисты научатся проводить перепись на дому через планшет, а также проверять QR-коды у прошедших процедуру. В этом году всероссийская перепись населения впервые проходит в электронном виде. О том, как проходит обучение и как узнать переписчика, расскажет Никита Колосов. Переписчик полевого уровня Татьяна Татарина участвует во всероссийской переписи населения уже второй раз. В 2010 году она с большим энтузиазмом отработала сразу на двух участках. Поэтому ее наградили медалью «Почетный переписчик», которая приравнивается к званию «Ветеран труда». В этот раз Татьяна тоже не осталась в стороне. В этом году все будет намного проще, тем более нам выйдут планшеты. Не надо будет писать ручкой, все заполнил быстренько, сразу все отправил. Вообще будет все замечательно. Тем более еще некоторые будут переписываться через госуслуги. Это вообще облегчит работу переписчика. Обучение переписчиков длится три дня. За это время участникам должны рассказать, как проводить процедуру переписи на дому и проверять QR-коды у тех, кто уже это сделал самостоятельно на портале госуслуг. Раздаем сегодня все материалы, амбудирование, планшеты, которые подвязаны к геолокации на каждый участок. Каждый переписчик будет закреплен за какой-то территорией и будет проходить переписи. Самый главный принцип переписи – самоопределение. Информация, которую переписчик заносит в программу, подается со слов жителя, без предоставления подтверждающих документов. Также гражданин может выбрать сам, на какие из 33 вопросов он будет отвечать. Гражданам не нужно беспокоиться о том, что предоставленная им информация, личная информация, будет в общем доступе. Такого не будет никогда. Переписчики свою работу начнут с 18 октября. Более 5000 человек обойдут все население Самары. Узнать переписчика можно по голубому шарфу и жилетке с надписью «Всероссийская перепись населения». Также у каждого будет удостоверение в виде бейджика, который действительно только при предъявлении паспорта. Все данные должны будут записать в планшет, без использования бумажных носителей. Никита Колосов, Григорий Плешаков, События. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Андрей, уважаемые телезрители. Правда ли, что в Самаре могут появиться многоквартирные дома с приусадебными участками? Да, сейчас разрабатывают различные проекты сети-ферм, но сначала об уровне безработицы в стране. Уровень безработицы в России снизился до 4,4%. В центрах занятости состоят менее 850 тысяч человек. Об этом сообщил глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, рынок труда в России восстановился до пандемийного уровня. Ранее Минтруд сообщил, что максимальное пособие по безработице в России будет увеличено. В следующем году оно составит 12 792 рубля. В Госдуме предложили ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных работников. По словам парламентариев, в налоговом законодательстве говорится, что основная ставка налога на прибыль составляет 20%, из которых 3% идет в федеральный бюджет, 17% в бюджеты субъектов. Чтобы поддержать некоторые категории граждан, регионы могут пересмотреть эту пропорцию. Москва уже воспользовалась такой возможностью и дала организациям право уплачивать в региональный бюджет 13,5% с условием, что на предприятии работает не менее половины сотрудников с инвалидностью. При этом возрастные специалисты являются еще одной категорией граждан, у которых бывают сложности с поиском работы. В России планируют разработать проекты домов с помещениями для выращивания овощей и фруктов. Введением подсобного хозяйства, по задумке авторов, будут заниматься жильцы многоэтажек. Первую в стране сети-ферму могут построить в Самаре в 2024 году. Проектирование здания начнется уже в 2022. Если проект будет успешным, то его растиражируют и в других регионах. Есть три варианта сети-фермы. Так, помещения для огородов могут располагаться в подвале дома. По другой идее, вертикальная сети-ферма проходит по всем квартирам внутри здания. В проекте квартиры указано, где может быть расположен шкаф с персональным хозяйством. И третий вариант – встроенные огороды разместятся на технических этажах. Официальный курс доллара – 71,24 рубля, евро – 82,33 рубля. Нефть марки «Бренд» – 84,83 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 791 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше по-прежнему только в Москве, Питере и Московской области. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 115,345 человек. Такие данные в пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 574 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписали 91,267 пациентов. Каждый новый день бьет рекорды предыдущего по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Медики отмечают более тяжелое течение болезни у поступающих пациентов. Какая сейчас ситуация в больницах, расскажет Мария Левина. Татьяну Цымбал сложно назвать хрупкой девушкой. Перевести дух и отдохнуть от работы помогает любимая музыка. А работа у девушки тяжелая. Большую часть своего времени Татьяна проводит в красной зоне. Она трудится старшей медсестрой в инфекционном отделении. Хотя сама Татьяна называет свою деятельность скорее призванием. Часто приходится оставаться после смены. Не хочет оставлять людей без внимания. Именно она встречала первых в регионе пациентов с подозрением на ковид, а впоследствии и с подтвержденным диагнозом. Рассказывает, на момент первых случаев заражения всем коллективом мониторили международные новости. Но такого распространения вируса не ожидал никто. Вспоминает, как все это выглядело. Устрашающие костюмы, противогазы, бахилы, три пары перчаток. Медики чувствовали себя главными героями фантастического триллера. Но если поначалу было не страшно, рассказывает Татьяна, то сейчас ситуация накалилась. Страшно видеть, как на глазах люди хужеют. Как в некоторых случаях не успеваешь ничего сделать и просто 100% человека нет. Мало, очень мало пациентов вакцинированных поступает к нам. И это уже большой показатель того, что это стоит сделать. Действительно стоит. Если даже ты заболеваешь после того, как вакцинировался, все можно на амбулаторном этапе решить. И не попадать в стационары, тем более так далее, в реанимацию. С каждым днем в отделение поступает все больше больных. Больные изменились, их характер заболевания по сравнению с прошлым годом. Сейчас все больше и больше поступают больные с тяжелыми формами, которым требуется кислородная поддержка и лечение более интенсивное. К симптомам, которые наблюдаются у большинства поступающих пациентов в этом году, медики относят одышку, слабость, повышение температуры. Самым действенным способом защиты сегодня врачи называют вакцинацию. Причем важно соблюдать режим самоизоляции после прививки, чтобы в организме успели выработаться антитела. Мария Левина, События. В Самаре продолжается ежедневный мониторинг объектов потребительского рынка. Сегодня с проверкой нагрянули в один из торговых центров Кировского района. Как там соблюдают санитарные нормы, узнала мэрия Елчан. На входе охрана просит каждого посетителя торгового центра надеть маску. Если с собой нет, предлагают одноразовую. В магазинах обязательно наличие санитайзеров и социальной разметки, чтобы проверить, как соблюдаются санитарные нормы, организовали мониторинг одного из ТЦ Кировского района. В рейде приняли участие представители Минимущества, администрации и полиция. Главная цель не наказать, а обезопасить, говорят ревизоры. ТЦ, как правило, они все достаточно законопослушные. То есть они всегда на волне, они впереди планеты все, они там смотрят, отслеживают, отслеживают вот эти постановления губернатора. Поэтому, как сказать, нареканий там нет. Тем более, что касается данного торгового центра, тут руководство вышло за нас с инициативой, что проводить вот такие рейды, как позволить технические возможности. То есть мы всегда идем навстречу. В Кировском районе расположено 13 торговых центров. По словам представителей администрации, в месяц собирается порядка 80 материалов. Их в дальнейшем направляют в управление гражданской защиты. Из-за большого потока актов открыли временный распределительный центр. Уже оттуда сотрудники решают, какой из органов будет заниматься тем или иным вопросом. Сейчас мы осуществляем мероприятие по выявлению физических лиц, но также администрация нам направляет и на юридических лиц. Мы не наказываем лиц, мы только составляем протокол, собираем материал и направляем их в суд. В связи с новым постановлением губернатора, на фудкорты могут проходить лишь те, у кого есть QR-коды. Этот процесс охрана ТЦ также контролирует. Посетителю нужно предъявить код и документ, удостоверяющий личность. Люди, да, более сознательно относятся к данной проблеме и понимают, что, например, лучше выполнить те или иные действия. Они, в принципе, не доставляют больших хлопот, как одеть маску. И также воспользуются услугами нашего торгового центра, совершить покупки или еще что-то покушать на фудкорте и так далее. Нарушения в этот раз ревизионная группа не выявила. Ко всем предпринятым мерам, как сами сотрудники, так и посетители относятся с пониманием. Сейчас, как никогда, важно сплотиться в решении общей проблемы, чтобы вернуться к доковидной жизни. Мэри Илчан, Константин Головин, События. И вот еще одно простое, но важное движение. Во всем мире отмечается День мытья рук. Утвержденный еще в 2008 году Генеральной ассамблеей ООН, этот праздник каждый год напоминает об одной из главных проблем в мире – грязные руки. Через них в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. О том, как правильно мыть руки и насколько это важно во время эпидемии коронавируса, расскажет Никита Колосов. С приходом пандемии отношение людей к личной гигиене изменилось. Мыть руки стали чаще, и это правильно, отмечают специалисты. Но даже у такой, казалось бы, безобидной процедуры есть две стороны. В среднем на руках человека 840 тысяч микроорганизмов. Но они все не вредные. Мытье рук у нас стало уже как безусловный рефлекс. Но и здесь важно сдать меру. Излишняя гигиена может привести к развитию различных заболеваний, например, к дерматиту. Эксперты советуют мыть руки каждый раз, когда вы приходите домой, а также после посещения общественных мест. При этом выбирать нужно качественные и щадящие средства. Ведь мытье рук – это не только дезинфекция, но и уход. Для сухой кожи стоит использовать крем-мыло с алоэ вера, маслом кокоса, какао, авокадо или другими растительными маслами. Для жирной – мыло с гликолевой кислотой. Любителям антибактериальных средств врачи советуют чередовать их с обычным гигиеническим мылом. Руки – это часть микробиоты в том числе. Поэтому мы защищены прежде всего тем, что у нас есть определенный PH. То есть это наша защита, там и микробиоциноз и так далее. С осторожностью нужно подходить к антисептикам. Не стоит полностью заменять ими процедуру мытья рук. Использовать такие средства надо умеренно. В преддверии праздника наша съемочная группа узнала, как самарты соблюдают гигиену рук. Вот если в университет я пойду, ну, перед каждой парой, наверное, раз-дри. Все-таки антисептикам мыло заменить сложно. Он не счищает частицы грязи. Ну, думаю, что мылом хозяйственным. А почему хозяйственным мылом надо мыть руки? Ну, потому что про него, во-первых, пишут. И всю жизнь, сколько я живу. Я живу много уже. Является оно антибактериальной. Я думаю, так. А вот хозяйственное мыло специалисты советуют использовать только для стирки и уборки в помещениях, так как оно может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Но в условиях сложной эпитообстановки любой способ дезинфекции хорош, поскольку именно грязные руки – источник заражения ковидом. Врачи призывают не забывать о правилах личной гигиены, так как сегодня она помогает сохранять жизни. Никита Колосов, Николай Епифанов. События. Сочный апельсин, жгучая фуксия, легкий бирюзовый бриз и фиолетовое настроение. В тренде осенне-зимнего сезона яркие цвета волос и не менее экстравагантные стрижки. Пока стилисты почитывают гонорары, подростки в погоне за модой придумывают новые образы и размещают свои видео и фотографии на страницах популярных социальных сетей и мессенджеров. Корреспонденты Самара Гис решили разобраться, с чем связано повальное увлечение нестандартными прическами и как это трактуют психологи. Тему продолжит Ольга Павлова. Быть как героиней популярного фильма «Пятый элемент» или выбрать более экстравагантный образ, как у бунтарки Круэллы. В соцсети взрывают видео и челленджи подростков, которые соревнуясь друг с другом, выкладывают образ за образом, один ярче другого. В моде снова сочные цвета, от жгучего апельсина до нежного голубого и фиолетового. «Само выражается». «Но они все хотят быть креативными, думают, что от того, что они покрасят волосы, в этом заключается креатив. И я считаю, что нет, волосы трогать не нужно. Он дан от природы. Вот какой есть, такой и должен быть». «Сейчас идет такая пропаганда, что нам все можно, и мы все свободны, и все хотят как-то себя проявить более яркими, более такими раскрепощенными». «Вот у меня внучка покрасилась. Ну, не нравится мне. Просто не нравится». «Не против того, чтобы молодежь красилась. Они выражают таким методом, я так думаю, свою индивидуальность». Свою индивидуальность актриса театра Гюзель Карелова решила выражать в декретном отпуске. В прошлом жгучая брюнетка вначале перекрасилась в рыжий, затем в блонд и начала экспериментировать. На светлые волосы отлично ложатся все известные миру цвета, начиная от зеленого, заканчивая красным, розовым и голубым. Изначально создавать новые образы, Гюзель помогали в салоне красоты, где мастера пообещали, что повторное окрашивание волос будет на порядок дешевле. Однако слово стилиста не сдержали. «Прихожу на следующем месяце, опять пять. Такая, ну ладно, наверное, как бы что-то передержало, отросли волосы быстро. Третий раз прихожу, опять пять. И тут я решила, да ну его». Теперь Гюзель окрашивает волосы в домашних условиях самостоятельно. Безымячные красители приобретает в профессиональных магазинах и четко следует инструкции. Получается, может, чуть и хуже, отмечает девушка, зато не страдает семейный бюджет. Своё стремление меняться связывает с некоторыми психологическими моментами. Говорит, жизнь в декрете будто остановилась. Хочется добавить в нее ярких красок и сочности. «Ну вот и все». «Вас в школу пускают с таким видом». Самый популярный вопрос к подросткам от мастера салона красоты Олега Бирюкова. Рассказывает, что только не приходилось видеть и кого только не приходилось красить. Стилист до сих пор вспоминает историю клиентки с зелеными волосами. Однажды она явилась в салон со своим молодым человеком и попросила начесать на голове петушиный гребень. «Я им, конечно, сделал шикарные гребни, прекрасные. Они попросили мощно зафиксировать, зафиксировал очень хорошо. Потом я переживал, потому что где-то месяц я потом их не видел». Окрашивание в салоне в яркие цвета считается креативным, а потому требует от клиентов больших финансовых вложений. К примеру, если без осветления подобная процедура обойдется в полторы тысячи рублей, то при дополнительной подготовке волос к окрашиванию сумма за услугу может вырасти до пяти, семи и даже десяти тысяч. Особенно сильно такой креатив бьет по карману родителей, ведь чаще всего радугу на голове можно увидеть у подростков. Впрочем, в таком способе самовыражения нет ничего плохого, считает психолог Екатерина Шадрина. Она и сама еще недавно прибегала к технике окрашивания волос в голубой цвет. «Это еще и проба границ какая-то, да, примут ли меня таким, да, смогу ли я выстоять против социума, который идет там, родители, школа, еще кто-то, да, то есть это некий протест может быть, тест на принятие». Век интернета молодежь за эпатаж и яркость. В этом году помимо популярного милирования и колорирования в разные цвета, в моду вошла химическая завивка. Причем делать ее предпочитают, как ни странно, молодые люди. Родители подростков должно быть вновь разводят руками и тяжело вздыхают. А психологи успокаивают и призывают не делать поспешных выводов о нестабильной психике своих детей. «Я понимаю волнение родителей по поводу цвета волос своих детей и сомнения по поводу того, страхи какие-то примут его таким в школе, например, или где-то еще или нет. Голосы отрастут, а отношения испорченные уже не вернешь». Так или иначе, отмечает Екатерина Шадрина, период удивительных экспериментов над собой когда-нибудь закончится. И если он пройдет удачно, без тотального родительского контроля и наставлений, уже повзрослевшие дети будут вспоминать свой переходный возраст с улыбкой и уважать родителей за то, что позволили самовыражаться вовремя. Ольга Павловна, Николай Епифанов, Григорий Пешаков. События. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся.